Всем привет! С вами Мисс Эллен, и это, наверное, будет одно из самых сложных для меня видео, но давайте попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы они ценили этого человека еще больше, потому что иногда у тебя просто нет друзей. Но вернемся к теме, и я думаю, стоит начать с детства. Все-таки, наверное, именно в детстве и кроются все проблемы, весь корень проблемы, как моей, так и любой другой. Дело в том, что, я думаю, многие из вас помнят то, что раньше были такие дворовые времена, когда все собирались, играли в мячик, играли в различные игры во дворе, просто... И это было очень здорово. Но наставали такие времена, когда либо кто-то новенький приходил во двор, либо еще что-то подобное происходило, и просто... И люди начинали как бы собираться в какие-то свои определенные компании, и иногда тебя не хотели брать в эти компании. И я была тем человеком, которого не хотели брать в компании. Это не было как, ты можешь пойти с нами. Это было как, мы с тобой уже погуляли, теперь можно мы погуляем, например, вдвоем, или так далее. И это, наверное, было очень обидно. Быть вот таким вот третьим колесом, которого не берут никуда, о котором забывают. Но времена шли, я взрослела, и это стало обычно. Это не произошло один раз. Это не какой-то единичный случай. Это какая-то постоянно повторяющаяся череда, наверное, всего моего детства просто. Но дальше я пошла в школу, и взялась, на самом деле, за учебу, потому что у меня с этим было не очень хорошо. И не то, чтобы я ни с кем не дружила, нет, я продолжала общаться с ребятами. Наверное, даже неплохо, такие приятельские, просто школьные отношения. Но ничего большего. Я просто, просто жила. Это, наверное, был один из самых каких-то пустых, может быть, таких моментов. Так наступила средняя школа. И несколько лет я дружила действительно с девчонками. Мне казалось, мы неплохо дружили, на самом деле. Но потом что-то изменилось. Во мне, в девчонках, я не знаю, честно. Если они меня смотрят, то спасибо вам за то, что вы провели это время со мной. Спасибо за то, что научили меня чему-то. Но настал такой момент, когда меня перестали поддерживать. А для меня поддержка всегда была очень важной частью, в принципе, жизни. И я всегда была идейным человеком. Вот в чём проблема. Ну, отчасти это не проблема, но в данном случае это послужило, я считаю, основным ключом к тому, что наши пути, так скажем, разошлись. Да, у меня иногда бывают безумные идеи. Да, иногда они сложно выполнимы, но не нужно вот сразу это обрубать, потому что человек от этого ломается. Это ломается какой-то стержень внутри, и так не должно быть. Мы всегда должны поддерживать наших родных, близких, наших друзей, в их идеях, начинаниях, чтобы они продолжали. Пускай у них не получится, пускай вы это знаете, но вы поддержите. Просто помогите. Вдруг у них выйдет. Чтобы они в вас хотя бы не разочаровывались. И меня постоянно, мне казалось, сломали. Мои идеи оставались неосуществлёнными, а я желала, чтобы они осуществились. Затем наступил такой момент, когда я решила похудеть, потому что... Да что мне было ещё делать? Я вечно смотрела фильмы и сериалы. Я смотрела их настолько много, что... Слишком много. Я, наверное, полностью выучилась на сериалах и фильмах. Они учили меня жизни, на самом деле, потому что в реальности всё было намного скучнее и неинтереснее. И я поняла, что могу жить другой жизнью. Я поняла, что могу делать то, что я хочу делать. Я поняла, что друзья, которые не поддерживают, друзья, которые не могут в тебя поверить, это не твои друзья. Это просто какие-то приятели, которые даже, наверное, не желают тебе счастья. И... И всё. Я с ним попрощалась. Просто отдалилась всё, как бы. Без обид, без всего. И пошла своей дорогой дальше. Дальше последовал какой-то щелчок. Он полностью меня переломил, как мне кажется. Он заставил меня поверить в то, что я могу что-то сделать. Он заставил меня мечтать смелее, делать какие-то вещи более смелые, идеи развивать свои. И просто не останавливаться. Это щелкнуло что-то в голове. Дальше пошло, наверное, самое интересное. Я начала пытаться подружиться со своей головой. Пытаться понять, чего же она хочет. Пытаться понять, что я хочу. Я как бы... У меня началось в основном общение с моими мыслями. Я начала больше читать, меньше смотреть. Я начала думать, очень много думать. У меня даже иногда сейчас бывает. Слишком много думать, я так скажем. Я могу общаться, идти с каким-то человеком, а думать еще о трех вещах, абсолютно не связанных с этим. Я ничего не могу с этим поделать. Потому что... Мысли должны генерировать. Идеи должны генерировать. И мысль должна рождаться. Она может родиться где угодно, когда угодно. Просто будьте готовы к этому. И к тому моменту я уже была готова. Я уже настолько привыкла быть, так скажем, одна. Я не могу сказать, что я была всегда одна. Нет. Конечно, я общаюсь с людьми без проблем. Я правда люблю людей. Я люблю с ними общаться, особенно с интересными людьми. Но как таковой дружбы, всяких ночевок и прочего у меня не было. А порой так хотелось, если честно. А теперь, почему друзья это не просто приятели, например, по школе? Может быть, я слишком преувеличиваю это слово дружба и друг сам по себе, но я считаю, что друг это что-то родное. Что-то, что прям ближе всего. Всегда поддержит и знает, чего ты хочешь. Знает, как тебе помочь, как тебя поддержать. И он это чувствует. Не потому что какой-то факт, там, допустим, тебя банан развеселит. Ну, это непонятно, откуда у меня взялось в голове. Неважно. Он просто чувствует, как нужно себя повести. И вот этого мне тоже не хватает. Мне потому что кажется, что я смогла бы стать неплохим кому-то другом. Но я не знаю, кто мне бы смог стать хорошим другом. Мне много раз говорили, что, возможно, дело в тебе, раз в тебя нет друзей. Может быть. Может быть, дело в мне. Может быть, дело в моем характере. В моем поведении. Я не знаю. Может быть, дело в других людях. Я тоже этого не знаю. Меня обижали, меня предавали. Меня звали и выгоняли. И всего-то за какие-то... Мне даже 18-ти нет. Я правда много попереживала по этому поводу. И все, и хватит. Если у вас тоже нет друзей, не переживайте. Это того не стоит. Просто подружитесь со своей головой. Наведите с ней контакт, чтобы, правда, с ней ладить и быть. Чтобы вам было хорошо с самим собой. И это будет самое главное. Потому что даже если у вас есть друзья, кто знает, что с ней может случиться. Вы должны быть уверены в себе. В том, что вам комфортно с самим собой. И вам не нужен для этого какой-то еще человек. И это очень важно на самом деле. Я не могу сказать на 100%, что обрела ли я эту уверенность с собой или со своим внутренним другом. Но я могу сказать с уверенностью, что я могу так жить. Это не невозможно. Просто пришло какое-то смирение с этим. С этой мыслью. С тем, что как таковых друзей у меня нет. Есть какие-то... Я тоже могу их назвать друзьями, но... Мы с ними не так близко общаемся, как мне иногда бы хотелось. И теперь, кроме моих мыслей, моих идей, у меня еще появились вы. Я слышала, что интернет-друзья могут быть даже лучше, чем просто друзья, которые находятся в жизни. И я очень рада, что вы у меня появились. Я правда надеюсь, что вы станете моими друзьями. Друзьями по интернету. Мы с вами будем устраивать какие-нибудь маленькие вечериночки. Просто вместе. Сидя у себя в комнатах, но вместе. Это было бы прекрасно на самом деле. Помните о том, что нужно принять уважение к себе. Нужно, чтобы вас уважали. Вы достойны уважения. Каждый человек достойен уважения. И мы должны уважать как другого человека, так и себя. И не позволять кому-то не уважать вас. Потому что это отвратительно. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Если у вас есть какая-то история дружбы, то напишите мне ее. Мне было бы, правда, очень интересно почитать вашу историю дружбы. Спасибо вам, что откликаетесь. Спасибо, что вы у меня есть. Я вас очень люблю, правда. И увидимся очень скоро. Спасибо. Спасибо.